Всем привет! 24 сентября. У нас прошел холодный циклон и снова жара. Порядка 20 градусов точно есть на улице. Сейчас нахожусь в таком, что-то типа, кооперативе. Кубанская Нива. Находится он недалеко от, получается, Белозерного и Елизаветинской, между двумя вот этими станицами. И сейчас хочу показать просто вам, какая на Кубани осень прекрасная. Я вот сейчас хожу вдоль дорожек у участков, и я вот здесь увидела, что здесь хурма растет. Смотрите, какая красота! Я в жизни своей не видела, чтобы хурма вот так вот в естественной своей среде обитания, в общем, всегда только в магазинах, как бы видела, как на прилавках лежат, но не более. Видите, даже уже поспели некоторые. Вообще, уже продают хурму. Я не знаю, откуда ее, конечно, везут. Покупала вот на днях как раз сорт, как раз Королек, черная, внутри шоколадная называется, да, 90 рублей за килограмм у нас. Родители тоже очень любят покупать хурму. Папа всегда берет ящиками. Здесь как бы такие дачи. Люди покупают участки, строятся и что-то выращивают. Такие аккуратненькие маленькие домики. Очень хочется вам показать, что вообще у нас сейчас растет, что можно кушать. Вот вижу, у кого-то на участке растет малина. Даже до сих пор есть красные ягодки. Круто. Это у нас дерево фундука. А, нет. Или, да? Надо посмотреть. Да, это фундук у нас. Вот, какие-то только маленькие, видите. Они когда созревают, то падают. Кубань, это житница, конечно, России. Вот. В карман себе положу. Вот у кого-то растет виноград. Вхоженый на Изабелла. Грозья такие. Уже подсыхают, потому что уже давно прошло то время, когда нужно собирать виноград. Тоже вот кто-то насадил много деревьев, молодого фундука. На земле пока не вижу, чтобы валялся. Ну, видимо, собирают. Хотя вот орешек. Смотрите, какая красота. Какие цветы около дома высадили люди. У кого-то уже снег даже. Холод, дожди. А Кубань, конечно, радует. Ой, бабочки летают. Солнце припекает. Ну, просто замечательно все у нас здесь. Это сентябринки или октябринки. Я вот всегда путаю названия их. Смотрите, сколько пчел сидят на цветах. Правда, красота ведь. Осень прекрасна на Кубани. Эти всякие разные цветочки. Да, кто-то сделал, конечно, невероятную красоту у своего дома. Смотрите, справа здесь растет фундук. Вы, кстати, никогда не видела, как фундук раскрывается? Посмотрите. Вот это да. Лопается кожура, и там внутри орешек. Опа-на. И он явно будет очень вкусный, спелый. Здорово. У нас на участке тоже есть фундук, но он уже старый. Но мы как бы решили оставить это дерево, потому что под ним очень хорошо лежать в тени. Вот, видите, трескается как. Круто. Такое вот дерево небольшое. А сколько уже плодов. Здесь у нас на Кубани часто высаживают орехи вместо тополей. Такая тут тишина, так хорошо. Тут его домик строят. Вот на чьем-то участке огромное дерево с айвой. Просто все увешанное. Это у нас... Ну, сама айва считается поздним фруктом. И очень вкусное варенье получается из айвы. У меня мама любит очень такое варенье делать и кушать. Оно очень такое сладкое получается. И такими, знаете, кусочками. Ну, здесь прям целый коттедж у кого-то. Смотрите, какая красота. Цветы какие красивые. Просто прекрасные. Ну, у кого-то на участке, ну, прям цветник. А здесь у нас, наверное, калина. А вот я вам говорила, что малина растет. Видите, еще можно даже кушать. Друзья, так давно малину не ела. Вкусная такая. Надо еще стырить. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Офигенно. Сладкая малина. Раньше у бабушки прямо было очень много кустов малины. Мы всегда с ведерками ходили, собирали эту малину и потом кушали. Но это в детстве еще было давно. Видите, какого-то розы сидят. Разные сорта роз. Такие вот маленькие. Прекрасно. Это классно. Плиточка так выложена. Столик с лавочками у дома. Очень все культурно и красиво. Самое прекрасное время года здесь. Это вот весна и осень. Осень. Чем мне больше нравится, так это тем, что здесь очень много уже поспевает всяких фруктов, ягод. Весной еще только все начинает зреть, а осенью можно уже лакомиться этим. Вот даже до сюда ездит автобус. Написано с водолечебницей. Смотрите, как здорово, да? Можно даже до сюда доехать на автобусе. Получается, как центральная улочка. Сейчас пойду сверну на другую, посмотрю, что там растет, у кого что. Просто невероятно. Круто так солнце пригревает после того, как на дне города у нас была холодина. Я сейчас просто греюсь. Самое лучшее время. Вот сейчас приезжают на Кубань. Конечно же, вы уже, ну, скорее всего, не покупаетесь, потому что вода холодная, но просто здесь находиться очень комфортно. Особенно пенсионерам будет. Вот в том году у меня бабушка, мамина мама приезжала, и она просто наслаждалась вот этой погодой. На днях, допустим, в Анапе утром было 6 градусов. Вы представляете? Зимняя температура. Ну, это ужас. Вот. Ну, а что делать, если, допустим, человек приезжает на отдых, куда деваться, ты все равно отдыхаешь, несмотря на погоду. Все равно после того, как вот такой циклон проходит, обычно потом тепло, потому что Кубань, осень. Осень, как лето, в общем. Купана. Яблоки, смотрите, какие висят. Смотрите, смотрите, какие огромные. Красивые. Красные. Так. Никого вроде нет. Спасибо за яблоко. Смотрите. Красота. Вот, допустим, много у кого-то шиповника растет. Из него мы всегда раньше делали чай. Но, кстати, на юге вот здесь шиповник никогда не называют шиповником. Называют розой. Но я вообще долго думала, почему так. А оказывается, он просто шиповник из семейства розовых. Ромашки такие. А вот у кого-то висит гамак под деревом. Красота. Ну, вы представляете, да? Как бы вы тут классно бы лежали в тенечке-то. Круто. Чет лежит, мяукает. Красивое окошечко. Не хочет подходить. Ну, ладно, давай, пока. А тут за мной увязались две каких-то собачки маленькие. Щенок покрупнее. Люди стараются высаживать цветы во дворе. Вот разломала тот самый орешек. Смотрите, какой он сочный. Опа-на! О! Недалеко от участков есть заброшенная пасека. правда, не очень похоже на ульи. Такие самодельные. Ну, вот там пчелы летают. Вот единственный домик, где пчелы. Больше пока не вижу. Получается такая штука, на которую... На которой соты, что ли? Не знаю, не разбираюсь в этом. Точно. Нифига себе. Старые соты даже. Тут ничего нет. А сейчас я нахожусь на берегу Кубани. Недалеко от трассы, которая идет на Краснодар. Здесь очень такое спокойное, уединенное место. Можно устроить пикники. Там даже вот мангал стоял. Для тех, кто хочет уединения, спокойствия. Можно, видите, недалеко от Краснодара найти такие места, где будет тихо и спокойно. Очень много здесь, кто рыбачит. Вот даже вдалеке мужчина. Вроде бы у него спиннинг. Да, она спиннинг рыбачит. И много лягух. И здесь... Опа! Поскакали. Какие лягуши смешные! Они смотрят на меня, а я на них. Вот там он, впереди, как раз трасса идет. Сегодня так как жаркий день, то даже ветер здесь не дует и так пригревает знатно. Не, ну лягуши, конечно, забавные. Высовываются и смотрят. Ну-ка, сюда иди. Вот здесь кто-то костер разжигал. Здесь мангальчик остался. Ну, только очень грязно. Люди за собой не убирают почему-то. Думают, что за ними будет кто-то убирать. Да. Мужчина рыбачит и у него уже в садке два подлещика. Так что рыба есть. 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 Продолжение следует...